Интересным событием текущей недели стало назначение общественников в общественную палату Владимирской области по версии губернатора. Первые 10 человек, которые были озвучены, наиболее интересны. Итак, первый номер в списке губернатора, в списке общественников, членов общественной палаты, это Валентина Дмитриевна Бородина. А Валентина Дмитриевна известна даже тем владимирцам, которые ни разу не интересовались политикой или общественной жизнью. Все знают ЦУМ Валентина, торговый центр, располагающийся в центре города, который в конце советской эпохи, в 18-х годах, вдруг перешел из советского прошлого в собственность своего бывшего директора, которым и была Валентина Бородина. Те же, кто более-менее разбирается в политике, следит за ней, знают, что сын Валентины Дмитриевны долгое время руководил Владимирским отделением партии «Единая Россия», а ныне возглавляет достаточно интересную корпорацию, корпорацию развития Владимирской области. Деятельность которой тема для отдельного разговора. Мы во главу угла ставим всегда клиент, создать ему массу удобства, чтобы он пришел раз и захотел возвращаться еще и еще. Георгий Горбачук, номер два в списке губернаторских общественников, образца 2017 года. В этом году в общественной палате он будет представлять экологов, несмотря на то, что в прошлом году он был представлен Русской Православной Церковью. Почему священник Горбачук вдруг заделывался в экологе? Вопрос, конечно, интересный. Возможно, работают некоторые установки из Москвы, которые требуют, чтобы было больше общественников и меньше православных или других религиозных представителей в общественных органах. Может быть, дело в том, и мы увидим это дальше, что все общественники, которые представляли различные организации в прошлом созыве общественной палаты, вдруг поменяли свои организации. Более известен Владимиром третий номер в списке губернаторских общественников – это Борис Гунин. Актер Борис Гунин, которого многие знают, который многие видят по телевизору, многие наблюдают в театре. Он уже не первый раз в общественной палате, и в этот раз он также представляет союз театральных деятелей. Параллельно Борис Гунин является чиновником. Он возглавляет государственное учреждение культуры – Владимирский областной драматический театр. Таким образом, Гунин культурой занимается, поскольку ему платят за это государство как чиновнику, а уж никак не по велению своей общественной души. Таким образом, плюс один чиновник в списке губернаторских общественников. Я преклоняюсь перед мужеством нашего президента, я преклоняюсь перед дипломатическим талантом нашего министра иностранных дел, которые в тяжелейшей ситуации отстояли Крым, вернули его домой. Номер 4 в Орловском списке общественных деятелей занимает никто иной, как Игорь Ефремов, главный редактор Владимирских ведомостей, основного печатного рупора администрации Владимирской области. Игорь Олегович также является чиновником, и не очень понятно, что он забыл в общественной палате. Не очень понятно, чьи права он будет там защищать. Но лучше всего и о том, каких взглядов придерживается общественник Ефремов, и о том, чьи права в первую очередь он намерен защищать, никто не скажет лучше самого общественника Ефремова. Вопрос заключается в следующем. Каким образом защищать губернатора, в том числе независимым СМИ, чтобы выстраивать конкурентно способный контент? Не знаю. Ответ не знаю. Пятый номер в списке Орловских общественников. Небезызвестная общественница Любовь Кац. Создатель и долгое время человек, который руководил Ассоциацией родителей детей и инвалидов Свет. В нынешнем созыве общественной палаты Любовь Кац представляет Молодежный союз юристов. При всем моем уважении госпожи Кац, но представлять Молодежный союз юристов в возрасте 61 года, это, наверное, перебор. Ассоциацию юристов России, как и в прошлом созыве общественной палаты, будет представлять банкир Александр Крутов. Он является руководителем Владимирского филиала небезызвестного банка Московский индустриальный банк. Как банкир связан с Ассоциацией юристов России и чьи права банкир будет защищать в общественной палате Владимирской области, до конца не ясно. Но ситуация такова. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в прошлом созыве общественной палаты представляла Светлана Кудрявцева. В этом году Светлана намеревается представлять интересы Союза спасателей России. Оно и понятно. Квалифицированному врачу гораздо ближе организация спасателей, нежели пусть даже и фейковые, но антикоррупционные организации. Известный спортсмен Николай Куксюнков, советник губернатора Владимирской области, будет представлять в Владимирской общественной палате следующего созыва Всероссийский союз автомобилистов. Ни спортивное общество, ни землячество украинцев, а именно Союз автомобилистов. До 2012 года, если вы не знаете, Николай был гражданином Украины, выступал за эту страну и только на университете в Казани в 2013 году стал выступать за Россию, получив российское гражданство. Взятая 15 марта чемпионом России по спортивной гимнастике, антидопинговая проба показала наличие препарата мельдонии. Разумеется, с такими показателями антидопингового агентства выступать в профессиональном спорте затруднительно, зато водить автомобиль в России не противопоказано. Самый интересный номер в нашем списке, 9 номер Екатерина Крубангалеева. Личный пиарщик, советник губернатора Орловой, которая уже не первый созыв заседает в общественной палате Владимирской области. В прошлом созыве Крубангалеева представляла совет муниципальных образований Владимирской области. В новом созыве новая общественная организация выдвинула ее в члены официальных общественников. И это Владимирское региональное отделение Всероссийского общества глухих. И к муниципальным образованиям Владимирской области, и к обществу глухих Владимирскому отделению москвичка Крубангалеева имеет примерно одинаковые отношения. За свою карьеру она успела поруководить собственным пиар-агентством, а также потрудиться в управлении внутренней политики администрации президента Российской Федерации. Должность администрации президента Крубангалиева поменяла на должность в ИСЭПе. Но руководящая должность это институт, который очень близок к общероссийскому народному фронту Владимира Путина. И судя по всему личный пиарщик губернатора защищает ее не только от нападок со стороны народного фронта, но и от нападок со стороны администрации президента. Замыкает нашу десятку известный многим владимирцам дирижер, музыкант Артем Маркин. Если Крубангалиева будет представлять всероссийское общество глухих, то Артем Эдуардович решил баллотироваться от всероссийского общества слепых. Постоянно колеблющийся вместе с губернаторской линией дирижер губернаторского же оркестра успел побывать и среди красных в бытность губернатора Владимирской области Николая Виноградова, член КПРФ. Артем Эдуардович также представлял КПРФ в городском совете народных депутатов города Владимира. И среди белых во время протестов 2011-2012 года Артема можно было встретить на известных белоленточных митингах. С приходом Светланы Юрьевны в Владимирскую область Артем Эдуардович переквалифицировался в патриота-государственника. Отношение к инвалидам по зрению Артем Эдуардович имеет примерно такое же, как в бытность свою в рядах красных депутатов, к идеям марксизма-ленинизма. Такая получилась у нас на сегодня десятка общественников от губернатора Владимирской области Светланы Орловой. Мы, конечно, можем сказать, что мы будем смотреть, как они будут работать в составе общественной палаты, чьи права они будут защищать. Но мне почему-то кажется, что мы без посмотреть прекрасно знаем, чем все это дело закончится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...